Мы находимся в Барселоне. Сегодня у нас первый день и такой прекрасный солнечный день. Мы живем прямо на площади Каталонии. Здесь мы будем жить два дня. Сейчас мы отправимся на экскурсию. Мы сейчас в центре города в Каталонии. Это центральная площадь города. Мы сейчас пойдем в готический квартал. Старая Барселона начинается именно отсюда. Все, что у нас ниже идет к морю, это старый город Барселоны. Все, что за нашими спинами, это Барселона новая, которая, ну, тоже относительно новая, которая там 100 с небольшим лет. Новый район Барселоны. Вот эти вот знаменитые кварталы квадратные, такие как шахматная доска. Вот эти вот два металлических столба, которые за нами, это не фонари, ничего. Это именно столбы, которые стоят на месте ворот и обозначают собой и их ширину, и их высоту. Готический квартал – это центральный квартал старого города. Если вот там вот у нас Рамбла была, ну, видели, да? Если мы как бы направо пойдем от Рамблы, там еще будет райончик под названием Раваль. Вот. Раваль – это… Если вы откроете любой путеводитель по Барселоне, там большими красными буквами будет написано «Ни за что не ходите в Раваль». Там вас ограбят, все что угодно. Ну, это все не зря. Это все не зря. Просто Раваль – это район, в котором начали селиться там мигранты из арабских стран, из Юго-Восточной Азии, из покон веков. То есть он на вид не всем приятный. На минуточку мы сюда вот по этой улочке пройдем. Так, давайте остановимся на минутку возле этого здания красивого. Это один из самых знаменитых барселонских ресторанов. Называется «Quattro Gats». Приводится это как «четыре кота». Он открылся в 1904 году. Очень красивое здание в стиле модернизма. Так скажем, люди заработали много денег, им хотелось чего-то нового, яркого, красивого, поэтому начали строить очень красиво. Здесь был человек, который работал в Париже в таком тоже кабаре, который вернулся в Барселону. Шатт-нуар – это заведение парижское тоже знаменитое. И захотел открыть подобное тоже такое богемное место в Барселоне, где бы тоже там тусовали художники, музыканты и так далее. И вот появился этот ресторан. Первое меню здесь оформлял 19-летний Пабло Пикассо. И первая его выставка в жизни прошла тоже в этих стенах. Зайти сюда на бокальчик или на чашечку кофе – это, конечно, да. Очень рекомендую. Место действительно клевое. Когда он собирался открыть этот ресторан, и он рассказал одному своему другу о своих планах, и друг не поверил в успех этого мероприятия, он сказал, что к тебе никто не придет. И по-каталонски есть такой эфемизм, что когда говоришь, что никто не придет, это там придут четыре кота. Поэтому четыре кота. Ну, мы уже более-менее современная часть готического квартала, но мы сейчас будем углубляться. Исторически так сложилось, что вся приморская часть Барселоны до, собственно, 90-х годов, когда в Барселоне проходила Олимпиада, вся вот пляжная зона, пляжа там не было никакого. Там были, наоборот, какие-то цыганские бараки. Как бы это все изменилось с Олимпиадой, да, то есть там построили и отели, и хорошие дома, и все отлично, и все убрали, и красивые пляжи поделали. Но в памяти людей осталось, что селиться там все равно нельзя. У богатых каталонцев, у них там свои, как бы, райончики, они исторически там селятся поколениями и поколениями, и у них, как бы, вот свой маленький пузырик. Танцевать не будем, но посмотрим. Они танцуют свой народный каталонский танец, называется Сардана. Это такой хоровод, притопами, прискоками. Это кафедральный собор, главная церковь Барселоны, кафедральный собор Святого Креста и Святой Лалии. Видите, здесь очередь на вход довольно немаленькая. Мы сейчас будем нырять то в римскую эпоху, то в средние века. В средние века это здание служило дворцом инквизиции. Инквизиция, как бы, существовала с 11 века, как орган по борьбе с еретиками. В Испании инквизицию приобрела серьезный характер в конец 16 века. И тогда, собственно, евреев изгнали из Испании. Им было предложено либо принять христианство, либо покинуть пределы государства. Фредерик Морес – это скульптор и художник каталонский. Но здесь он еще был коллекционером. Он коллекционировал. У него была огромная коллекция всего-всего-всячего, всю его жизнь. И здесь выставлена вот эта вот его личная коллекция. А скульптуры его по городу очень много, повсюду. После того, как евреев изгнали, начали люди разграблять кладбище еврейское. И когда уже ничего ценного не осталось, то начали использовать надгробья в качестве стройматериала для постройки здания. Это вот все – это надгробные плиты с еврейского кладбища. Это архив арагонской короны. Красивая резьба по дереву. Это деревянная. Одно из зданий дворцового комплекса, королевского дворцового комплекса. Сейчас мы остальные посмотрим тоже. Паталонская готика, она довольно скудная. Это… И вот эти вот три здания – это то, что представляет себе такой дворцовый комплекс. То есть это была резиденция графов Барселоны и королей арагонской короны. Арагонская корона – это одно из королевств испанских. Разные королевства. Была Кастилия со столицей в Мадриде. И была, например, арагонская корона со столицей в Барселоне. Сейчас это здание, это и это – это музей истории Барселоны. Можно заглянуть немножко в окошко, чтобы у вас было представление, как это выглядит музей. В основном им по 200, по 300 лет. Есть более старые, но не все. Пока вы в Барселоне, и так получилось, чтобы осенью сюда приехали, я вам очень рекомендую попробовать вот эти вот штучки, называются паналец или пиньонс. Это марципан, и сверху эти орешки, как они, кедровые, типа, да, пиньонс. Это чисто такой осенний десерт. Мы вышли на площадь Сан-Джауме. 23 апреля, по счастливой случайности, это еще и Международный день книги. Поэтому такая вот традиция, как бы, и весь город в этих вот цветочных ярмарках и в книжных развалах. 23 апреля, я уже не помню точно какого года, но в один год умерли Цервантес и Шекспир. Здесь на мэрии можно видеть флаги Каталонии, центральный флаг Испании и дальше флаг Барселоны. Флаг Барселоны представляет из себя разделенный на четыре поля флаг. Два из них это, как бы, каталонский флаг, вот такие вот полосатые, и два из них это Георгиевский крест, то есть красный крест на белом фоне. Митинги, манифестации за все хорошее против всего плохого. У каждого свое, но это вот. Здесь это народный вид спорта. Здесь у людей есть четкое понимание, что они в силах что-то поменять. Это может быть на уровне дома, улицы, района, города, страны. Я вот живу в районе, ну, который не центральный район, он такой довольно спокойный. Постоянно у нас какие-то организуются ассоциации соседей, они принимают решения, они пишут петиции, и очень многое из этого, ну, как бы, решается в их пользу. То есть здесь у людей есть самосознание того, что они, что от них что-то зависит, и от них реально зависит. Это реально гражданское общество. Это маленькая, красивейшая площадь, вообще одна из моих любимых. Хорошо, когда здесь немного людей все-таки. Это площадь святого Филиппа Нерри, тоже каталонский местный мученик и святой. Его же церковь вот здесь вот. Кстати, скульптура, вот эта изображающая этого святого, для нее позировал Антонио Гауди. Два святых в одном, так как на Гауди тоже была подана заявка в Ватикан на его биотификации, то есть к причислению к липу святых, то двойная штука получилась. А вообще эта площадь, хоть она такая красивая и уютная, но во время Гражданской войны несколько бомб упали сюда. Можете посмотреть на эти стены, они выщерблены, это осколками бомб. Школа, и при той бомбардировке погибло более 40 детей. Видите, какие руины были на самом-то деле. Вот это опять же святая Улалия, в честь которой построен кафедральный собор. Вот это вот ее изображение, она всегда изображается с таким крестом в виде буквы «Х» русской. И улица Байщада до спуск святой Улалии, по легенде, одна из пыток, который ей назначили, это ее заперли в бочку с битым стеклом и гвоздями и скатили эту бочку по вот этой вот улице. И здесь такое вот ее изображение и стихи, посвященные Хасинта Вердагера. Хасинт Вердагер – это поэт каталонский, который для Каталонии примерно то же самое, что для нас Пушкин. Писал на такие традиционные каталонские ценности и темы. Каталонский язык, он больше похож на французский язык. Кто сюда приезжает, имея в багаже французский язык, каталонский для него это дело одного года выучить. Нельзя рисовать на стенах, за это штраф от 600 евро. А на вот этих ролетах можно. Можем сюда зайти на кофе? Очень классное такое традиционное местечко – маска. Это вот, конечно, пройти от двери до стола в маске, потом сесть и снять маску. Это площадь Плаца-дель-Пи и церковь Санта-Мария-дель-Пи. Санта-Мария – понятно, а Пи – это сосна. А, вот сосна. Да, церковь, сосна. Церковь сама 13 века. Черезачи после пресненного дня. Выйдем сейчас все-таки на Рамблу немножечко. Собственно, бульвар Рамбла, главный бульвар старого города. Рамбла, как само слово, означает канал. Это арабского происхождения слова, которое означает канал. Здесь действительно был, раньше на месте этой улицы, был канал, по которому сточные воды, дождевые воды, легали в море. Это оперный театр барселонский, театр Ли Сеу. Место, где Ли Се Карерас и Монсеррат Кабали. Здесь всегда огромное количество людей, конечно. Габла – это полтора километра улицы, на этой площади Каталонии, ровно до порта. Это не море в плане пляжа, ну, понятно. Это море в плане гаванинский городской. То есть, то, что называется Старый порт, это то, что было портом Барселоны, там все времена ее существования, это штаммин порта. Не вы думаете, только где-то садиться здесь, есть или пить. Да? Да. И что? Чем чревато? Чревато потерей... Желудка? Денег, как бы. Потому что здесь все очень дорого, это очень туристические места, то есть, хотя бы немножечко в сторонку. «Карьера де колонн». Это Плацареаль. Да, там попугаи. Попугаев здесь очень много, вы их еще видите не раз. Плацареаль, или Королевская площадь, тоже 18 века. Она знаменита здесь в основном вот этими двумя фонарями, которые делал Антонио Гауди, еще будучи студентом в архитектурной школе. Это его как бы дипломный проект, и это единственное, что он сделал... Да, с красными штуками. Единственное, что он сделал для города. Там были какие-то у него потом разногласия по цене, и он сказал, что все, я как бы за бесплатно не работаю, ничего для города делать не буду больше. А там представления. А там акробатические упражнения. А это цирк. Много здесь как представлений. Это просто не около ресторана развлекают? Да, не просто за денежку. Тоже развлекают, да? Да, мы еще до пляжа здесь ни разу не дошли. Мне тоже показалось, что очень все дорого. Ну, рестораны явно там подороже будут, чем в таком месте. Ну, мы, правда, на площади Колумба, поэтому едим. Может быть, если бы мы ели где... Ну, на самом деле, я не понимаю. Там везде, куда ни отойди, везде толпы народу. Поэтому, видимо, надо просто селиться где-то в другом месте. Ну, да, конечно. Вы прямо в самом центре, то есть, естественно, да. Там самые высокие цены. Да, барселонские. А почему это барселонские? А они вот отсюда прямо пошли, срамбы, это просто такой вот... Иг раньше было очень много, а сейчас гораздо меньше. Вот, потому что с какого-то времени им сделали аттестацию. Потому что их слишком стало много. Вот, и сейчас у них есть своя ассоциация. У них там все посчитанные. У них на них все оформлены ипэ. Но они платят на логе. Потому что, друзья, у вас отборная мэрия, у вас есть персонажи. У тебя должно быть ступокинное образование, либо астерское, либо потому что у тебя будет из-за искусства. И он уже там... Супер представление. Тоже есть места. А этот живой? Да. А это площадь Колумба, да? Это площадь Колумба, да. Это, собственно, Колумб. Его здесь статуи поставили в 1888 году, когда в Барселоне проходила всемирная выставка. И там у него под ножью, у него под ногами вот это как яйцо такое. Это на самом деле смотровая площадка. Ганатная дорога идет с пляжа на гору Мунджуик. Тоже такая штука увлекательная. Это красивое здание с грифонами. Это таможня. О, Ленин. Это Ленин. Какой Ленин. Ой, какой мостик. Там вот через тот мостик, если перейти, там торговый центр. Это единственный торговый центр, который в воскресенье открыт. Рамбла-дальмар. Слушай, ну вообще, красиво, правда? Супер. Интересно. Север-Смании потрясающе. В плане традиций, языков. Ну, в Алгарии. Не смотри, как бы. Готовился к Олимпиаде. Здесь приглашали там скульпторов и художников современных. Это Рой Лихтенштейн, американский авангардный художник. Ну, ярко, красиво, цветасто, здорово. Красиво. Художественная академия, которая училась в 19-м, она в 19-м. Си, я верю. Наконец, 15-й. Победа. Здесь огонь, не получить память оходящего в предыдущении города. В Испании вся жизнь проходит на улице, люди так, особо они не сидят. Это здание, здесь раньше располагался оптовый рынок барселонский, его как-то закрыли отремонтировать, и пока ремонтировали, раскопали, там под низом тоже остатки того квартала, который разрушили во время той войны. И превратили это уже в такой музей-культурный центр, туда можно зайти бесплатно, посмотреть немножечко на развалины. Редактор субтитров А.Семкин